МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обгоревшее тело женщины обнаружено в Бейском районе. Следователи не исключают, что это пропавшая 6 сентября в Саиногорске Марина Иллистратова. Напомним, мать двоих детей исчезла при весьма странных обстоятельствах. Оставив дома мужа с детьми, пошла в детский сад. И больше ее никто не видел. На следующий день родные сообщили в полицию. Начались поиски. К операции привлекли волонтеров. Обследовали не только Саиногорск, но и ближайшие районы. Лесополосу, села Бея, Дихановка, Новомихайловка. Рядом с последней и была сделана страшная находка. Поступило сообщение от жителя села Новониколаевка о том, что на обочине дороги, ведущей от Новой Несейки в Новониколаевку, обнаружен труп обгоревшей женщины. Каких-то индивидуальных признаков сразу в настоящее время в том числе не обнаружено. Видно, что женщина, видно, что по видеому, по кожному покрову молодого возраста. Единственное, что нам дала экспертиза, вскрытие. Рожавшее. Предполагаемо, что туда тело было уже привезено. И там уже, по-видимому, воздействие огня подвергнуто. Скорее всего, облили, подожгли. Обгорело до неузнаваемости. На форуме городского портала полицейские разместили обращение с просьбой откликнутся тех, кто видел стоящий автомобиль и горевший костер с 6 по 19 сентября в районе второго переезда на трассе Саиногорск-Ново-Николаевка. В местном отделе внутренних дел ждут любую информацию. Конфиденциальность гарантируется. Реабилитацию после тяжелого заболевания, инсульта. Совсем скоро жители Хакасии будут проходить в родных стенах. В республике готовят к открытию региональный сосудистый центр. Бороться за здоровье больных будут специально подготовленные врачи. Выходите гуляете по отделению? Гуляем. Резкая головная боль, тяжесть ногах, частичная потеря зрения речи. Это, как правило, одни из основных симптомов инсульта. Евросинья Шумкова уже идет на поправку, но еще две недели назад пенсионерку экстренно доставили в неврологическое отделение. Практически полностью она у нас восстановилась, но остаточные явления еще, конечно, есть. И она будет еще продолжать дома терапию восстанавливаться. Но здесь прогноз достаточно многоприятный. Сегодня пациенты, перенесшие инсульт, проходят раннюю реабилитацию в общей терапии. Палаты переполнены. Через несколько месяцев больных примет региональный сосудистый центр, первый в Хакасии. Его откроют в новом корпусе республиканской больницы. Дорогостоящие оборудования в рамках программы здравоохранения приобрели еще в начале года. Сейчас центр ждет специалистов. По статистике, каждый четвертый больной, получивший лечение, сразу же восстанавливается для обычной жизни. Инсульт по смертности занимает одно из ведущих мест, это второе место, второе и третье место во всем мире. И точно так же у нас самая по себе мозговая катастрофа, она уже произошла. И основная задача – это сохранить жизнь и как можно раньше начать заниматься профилактикой повторного нарушения. Весь центр – это палаты интенсивной терапии. Здесь будут бороться за жизнь самых сложных пациентов. И кабинет лечебной физкультуры. Современное оборудование работает по принципу обратной биологической связи. Если у здорового человека мозг дает команду рукам и ногам, то здесь движение конечностей должно разбудить поврежденные отделы мозга. Заново учиться сидеть, ходить и говорить. Реабилитация людей, перенесших инсульт, может занять годы. Некоторым пациентам приходится обучаться вновь элементарным бытовым навыкам. Завязывать шнурки, открывать дверь, выключать свет. По опыту соседних регионов, работа сосудистых центров уменьшает смертность после инсультов от 4 до 10%. Какой результат будет в Хакасии, покажет время. Уже к концу года центр примет сразу 30 пациентов. Медики смогут не только бороться за жизнь пациентов, но и давать шанс прожить ее полноценно. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Медики на днях побывали и в Кызласовской школе-интернате. Врачи Красноярского центра Российской академии наук обследовали состояние здоровья учеников. Интерес вызван необычным питанием детей. В меню школьной столовой – национальная еда. И эксперты должны выяснить, как хакасская кухня влияет на здоровье учеников. Пищеблок Кызласовской школы отремонтировали летом 2011-го в рамках федеральной программы «Школьная столовая». Завезли новую мебель и бытовую технику. В новых условиях специалисты школы совместно с учеными ХГУ разработали проект по внедрению национальной еды в рацион детей. Проект одобрили в районном управлении образования. Учеников стали кормить оригинальными блюдами. Теперь остается выяснить, как это отразится на их здоровье. Для этого красноярские врачи взяли анализы крови у учеников 8-11 классов. Обследовали сердце, нервную систему, измерили физические показатели. Хакасские врачи уверяют, из-за неправильного питания состояние здоровья школьников республики за последние десятилетия резко ухудшилось. А национальная кухня, по их мнению, может помочь наладить здоровье именно на стадии взросления ребенка. Так, Хакасский Талган, например, улучшает работу сердца и пищеварения. Если предположения ученых оправдаются, РАН может рекомендовать внедрить национальную кухню и в другие школы Хакассии. Мы приехали сейчас, посмотрели детей, мы впервые здесь, в вашем районе, познакомились, посмотрели детей в начале учебного года. И поскольку у нас эта программа долгосрочная такая будет, мы планируем приехать в конце учебного года и сделать вот этот срез. Только на основании сопоставлений вот этих вот данных мы можем сделать конкретные выводы и дать рекомендации. Обязательно это будет все изложено в рекомендациях, все наши исследования, все это будет доведено до классных руководителей. Сотрудников полиции привлекли строгой дисциплинарной ответственности. По делу Акима Чебодаева наказали двоих полицейских. Напомним, молодой человек погиб 25 августа. Его зарезали во дворе собственного дома по улице Дружба народов. Мать погибшего считает косвенно виновными в этом и сотрудников полиции. Незадолго до убийства они приезжали по вызову, но не приняли по ее мнению всех необходимых мер. Министр внутренних дел Хакассии была назначена служебная проверка, которая установила вину командира и полицейского взвода ППС. Приказом министра сотрудники привлечены к дисциплинарному наказанию, неполному служебному соответствию. Полицейскому объявлен строгий выговор. Старая гвардия. Книгу под таким названием презентовали накануне в Абакане. В ней автор, заслуженный юрист России Александр Крутиков, повествует о работе судебной системы республики в нелегкий послевоенный период. Книга рассказывает о бывших солдатах Великой Отечественной войны, которые стали работать с судьями, имея за плечами лишь фронтовой опыт и семь классов образования. Тогда судью избирали народным собранием, либо назначал обком партии. Кстати, сам Александр Иванович стал народным судьей в Аскизе, будучи студентом четвертого курса. Вскоре он стал работать уже в областном суде. Книга написана о коллегах, которые стали основоположниками действующей судебной системы Хакасии. Старая гвардия создана на основе архивных материалов и воспоминаний самих фронтовиков, ныне ушедших из жизни, а также их родных. Напомним, Александр Крутиков помимо Старой гвардии выпустил еще три книги. Он также уверен, что новая будет интересна и молодому поколению. Я думаю, интерес должен вызвать хотя бы описание состояния войны. Мы все же действительно далеко. Там ведь не просто у меня, скажем, перечислено, что вот воевал и так далее. Там приведены эпизоды из боевой жизни. Вся экзотика мира теперь в Абакане. В столице появился настоящий экзотариум. Уже сейчас там выставлена коллекция редких бабочек, жуков и змей. Привез ее известный во всем мире ученый-энтомолог, путешественник Владимир Ефименко. Как поймать редкую бабочку, почему рога растут только у мужских особей и почему опасно ездить в Таиланд, узнали наши корреспонденты. Красота этих бабочек завораживает. Порой кажется, что они в буквальном смысле светятся. Трудно поверить, что хрупкие создания настоящие. И когда-то парили в небе Африки, Южной Америки, Индонезии. Главным украшением коллекции является вот эта самочка. Поймать такую удалось только трем коллекционерам во всем мире. Бабочки-девушки неуловимые. Владимир Ефименко уверяет, что его собрание удивит даже видавших виды любителей экзотической природы. Ведь коллекция собиралась со всего света. Я был 56 раз в тропиках. 56 месяцев в своей жизни всего, к сожалению. Безусловно, я объехал от Камчатки до Европы, включая Камчатку и Европу. Но это громадный титанический труд. Это не только мой труд, это труд моих коллег. Мы обмениваемся. Среди многообразия представленных ракушек особое место занимает вот эта коварная. Коллекционер привез ее из Таиланда, где каждый год этот моллюск убивает туристов. Вообще она питается рыбами, но может впрыснуть свой яд через специальную иголку и в человека. Жуки, приехавшие в Абакан, тоже поражают воображением многообразием. Здесь есть яркие, скромные, большие, маленькие, рогатые, камолые. Кстати, не все жуки-носороги имеют рог. Такое шикарное, в то же время компрометирующее украшение позволено носить только самцам. Рог нужен им для того, чтобы сначала завоевать симпатию своей избранницы, а потом защищать ее от навязчивых соперников. Владелец нового уголка живой природы горд тем, что ему удалось привезти в Абакан без преувеличения уникальную коллекцию. Как вот он дошел, что создал такую гигантскую коллекцию. На самом деле его коллекция одна из самых больших в мире и самая крупная в России. Вот именно энтомологическая коллекция. 25 лет все-таки это срок для таких занятий. Вот мы с удовольствием его пригласили. Помимо жуков и бабочек, в новом месте для отдыха абаканцев временно прописались и очаровательные зверьки, лемуры, насуха. Приехали в гости и змеи, и крокодилы. Еще месяц абаканцы смогут наслаждаться настоящей экзотикой. И для этого не нужно выезжать за границу. Нужно просто прийти в абаканский экзотариум, который расположен возле центра детского творчества на месте старой теплицы. Наталья Гормашова, Виктор Буров, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Сегодня ночью в республике выпадет первый снег. Таков прогноз синоптиков. По информации метеорологов, Хакасия вновь оказалась во власти западного циклона, который принес осадки и похолодания. Сегодня и в выходные днем температура не поднимется выше 9 градусов. По ночам возможны заморозки до минус 4. Что касается снега, в сентябре это вполне нормальное явление. Однако первый осенний месяц этого года бьет отрицательные рекорды. Вредняя температура намного ниже нормы. Впрочем, тепло в Хакасию еще придет уже в понедельник. Дневная температура воздуха составит плюс 10, плюс 15 градусов, ночная плюс 2, плюс 7. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вести.дфисхакасия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»